МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обгинск ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Дарья Человекова. Вот о чём мы расскажем сегодня. Основные вопросы жизнедеятельности города обсудили на очередной планёрке в администрации Обгинска. В Первом наукограде открыли сквер памяти выдающихся волейболистов. Вечерний велопробег по улицам города собрал несколько сотен участников разного возраста. В День физкультурника в Малоярославецком районе состоялись массовые спортивные мероприятия. Планёрка в администрации Обгинска в этот понедельник вновь прошла под руководством заместителя по вопросам управления делами Геннадия Ананева. Обсуждались культурные и спортивные мероприятия, подготовка школ к началу учебного года и актуальные коммунальные вопросы. В частности, заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Игорь Раудуве сообщил, где на этой неделе запланирован ямочный ремонт дорожного полотна. Проспект Ленина в районе домов 164-166 в районе магазина «Лотос», улица Гагарина, дом 21-23, Белкинская, 21-25, улица Комсомольская, улица Королём в районе домов 31 и Марк 44. Значительная часть доклада была выделена под капитальные ремонты, идущие на территории Обнинска. По ремонту крыш в этом году 23 многоквартирных дома, из них 9 домов со скатными и 14 мягкими крышами. На сегодняшний день работы ведутся на 20 многоквартирных домах, 15 домов с очень высокой степенью готовности, от 75 до 95% уже готовности. Значит, по ремонту фасада. Все три фасада в работе, 50% у двух домов готовности, и 72% победа 19. Напротив Ленина 50, видим, как ведутся работы постоянно, люди там есть, работают. В бассейне никаких нет. По ремонту отмостки. Отмостку ещё 5 мая стоялась комиссия, приняли. Ремонт инженерных сетей должно на 5 МКД. Работы сейчас ведутся на 4 МКД. Степень готовности от 30 до 50 к году. Как заверяет Игорь Роудувер, работы пока идут по графику. Не везде к выполнению приступили, это есть. Но объясняется просто. Бригада доделывает один дом и переходит на другой, сообщалось на планёрке. Сейчас комиссия проверяет школы на готовность к учебному году. Ранее проверку прошли детские сады. Первоклассников. На 15 августа в системе зарегистрировано 1932 ребёнка. Ещё полтора месяца назад это было 1808. То есть таким образом больше 100 прибыли за летний период. Будем открывать 57 первых классов. И первые классы в этом году будут обучаться уже по обновлённым федеральным государственным образовательным стандартам. Школы готовы. В детских садах планируется к обучению с 1 сентября 8262 воспитанника. В прошлом году дошкольников было организовано в дошкольном образовании 7662. То есть у нас идёт ежегодный прирост. Татьяна Волнистова сообщила, что детский сад в Солнечной долине уже принял 20 детей. К осени планируется выйти на проектную мощность в 150 ребятишек. Начальник управления социальной защиты населения рассказал, как складывается ситуация с заключением социальных контрактов. Средства могут получить малоимущие или ищущие работу. Также разовую выплату можно получить на развитие подсобного хозяйства, на развитие индивидуального предпринимательства. Личное подсобное хозяйство пока у нас особо не нет. А вот такие социальные контракты, как индивидуальное предпринимательство и поиск работы, она находит, так сказать, поддержку. Индивидуальная предпринимательская деятельность. Первоначально было выделено денежные средства каждому, кто заключает социальный контракт 250 тысяч. Но с 1 июля этого года, значит, по инициативе нашего губернатора, сумма увеличилась на 100 тысяч. Каждый гражданин обращается в управление социальной защиты. Мы консультируем, даем ему консультацию. И первое, что гражданин должен нам предоставить, это бизнес-план на тот или иной вид деятельности. На данный момент израсходованы 78% денежных средств, выделенных на социальные контракты. Это более 30 миллионов рублей. Уже заключено 134 контракта, 100 по индивидуальной предпринимательской деятельности, 17 по трудной жизненной ситуации, 17 по поиску работы. В течение совещания вновь обсуждалась программа предстоящего фестиваля здоровья в Белкинском парке. Пройдет организуемое ФМБА мероприятие в предстоящую субботу. С расписанием и программой можно ознакомиться в социальных сетях. Дмитрий Глухов, Обнинск ТВ. На территории спортивной школы Олимпийского резерва по волейболу имени Александра Савина торжественно открыли сквер памяти выдающихся спортсменов Владимира Липендина, Владимира Питанова и Василия Рзуткина. Отдать дань уважения основоположникам Обнинского волейбола приехали их семьи, а также заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов, министры спорта, финансов, строительства и ЖКХ региона, руководство Всероссийской и Калужской региональной федерацией волейбола, олимпийские чемпионы и призеры. На каждой фотографии легенды Обнинского и российского волейбола. Владимир Питанов, человек, который по сути создал эту волейбольную школу, Владимир Липендин развивал это направление в Обнинске, поддерживал ветеранскую лигу. Василий Ерзуткин нес огромный вклад не только в Обнинский, но и российский волейбол. Собралось много уважаемых людей, но в то же время это товарищи, друзья, единомышленники. Я думаю, что каждому человеку на этой доске это было бы приятно, да, спасибо. А в память, я думаю, мы будем продолжать дело, которое когда-то они все начинали. В стенах волейбольной школы имени Александра Савина выросли именитые спортсмены, о которых знает весь мир. И все они родом из Обнинска, воспитанники особенных тренеров, мастеров своего дела, спортивных наставников по призванию. Уверен, что вот благодаря тем людям, которые сегодня изображены на этих фотографиях, в память о которых открывается сквер, именно тем людям, которые всю жизнь посвятили развитию спорта, развитию волейбола, обнинского волейбола, это говорит о очень большой любви к своей земле, о большой любви к людям, к нашему молодому поколению спортсменов. И это делает, конечно, очень большую честь. Мы низко кланяемся тем людям, которые прошли этот путь. В Обнинске успешно развиваются многие виды спорта. Создана хорошая база для стремления от массовости к мастерству. Это трепетное отношение к талантам во всех своих проявлениях и деятельное участие свойственно первому Наукограду. Сквер памяти, он для того, чтобы мы помнили, помнили и развивали волейбол. Всем успехам, большая благодарность за то, что вы сегодня, в этот замечательный день, вместе с нами и, конечно, всем семьям и Питановых, и Лепендиных, и Ерзуткиных. Спасибо за то, что мы всегда с вами вместе. Во время торжественной церемонии открытия сквера памяти выдающимся спортсменам в стенах школы проходил финальный матч среди мужских команд этапа чемпионата России, посвященного памяти Василия Ерзуткина. От имени Калужской региональной федерации волейбола, от лица семьи Ерзуткиных я хочу поблагодарить вас за все эти добрые слова, которые вы сказали в адрес этих великих людей. Я думаю, это очень ценно и для них, и для нас, и семьи Лепендиных и Питановых тоже с этим согласятся. Лучшая награда для основоположника чего-либо – это достойное продолжение его дела. Мы со своей стороны стараемся делать все максимально возможное. История обнинского волейбола увековечена в этом сквере. Молодое поколение спортсменов блестяще продолжает традиции, демонстрируя свои достижения на соревнованиях самого высокого уровня. Обнинский волейбол живет и побеждает. Елена Филина, Евгений Соколов, Обнинск ТВ 13 августа в Обнинске состоялся традиционный городской вечерний велопробег. К спортивному движению присоединился Центр социальной помощи семье и детям «Милосердие» с акцией «Собери ребенка в школу». Цель акции – помочь малообеспеченным многодетным семьям, дети которых идут в первый класс. Подробности далее. В 18 часов на городской площади по проспекту Маркса начался сбор и регистрация участников. В течение этого времени можно было заявиться на конкурс по оригинальному оформлению своего велосипеда. Как всегда, мы в целом коррелируемся со всякими акциями и конкурсами. Допустим, проходит у нас конкурс кастомизации на лучшее украшение велосипеда. Соответственно, от нашего партнера «Дода Пицца» будут вручены призы, так скажем, самым инновационным, деятелям и креативным, кто сможет украсить свой велосипед в какой-то стилистике. Также к нам присоединился Центр милосердия со своими акциями «Собери ребенка в школу» и детским телефоном доверия. Канцелярские принадлежности можно было принести сюда, чтобы порадовать детишек из малообеспеченных семей и подготовить их к 1 сентября. В 18.50 состоялось построение колонны на проспекте Маркса по пути следования в сторону проспекта Ленина. Велосипедная прогулка стартовала в 19 часов. Ее маршрут общей протяженностью 8 километров прошел по проспектам Маркса, Ленина, площади Преображения, улицам Курчатова, Королева и завершился на месте старта. Возрастных ограничений для участников мероприятия не было. В колонне были совсем маленькие дети в сопровождении взрослых, как положено экипированные, конечно, а также спортсмены солидного возраста. На финише участников ждал концерт от Нешколы барабанов. Эта молодежная группа на протяжении нескольких часов исполняла популярные мелодии. Многие зрители подпевали и пританцовывали. От себя добавим, что сердца журналистов особенно тронуло выступление барабанщика этой группы, потому что он исполнял свои музыкальные партии так энергично и с таким вдохновением, что это не могло остаться без внимания. Заряд бодрости от движения по городу, от музыкального подарка всем участникам был обеспечен. А их в этом году собралось, как и прежде, весьма внушительное количество. Жители Обнинска умеют не только отлично работать, но и с пользой отдыхать. Елена Филина, Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов и Евгений Соколов. Обнинск ТВ. В субботу, 13 августа, отмечался День физкультурника и в Малой Ярославецком районе. Приуроченные к этой дате спортивные мероприятия проходили на территории сельских поселений и в городе, на центральном стадионе «Юность». Я думаю, что те спортсмены, которые занимаются на территории города Малорославца, Малорославского района, они горды тем, что живут здесь и показывают высокие результаты. Мы видим, как развивается регби, мы видим, как развиваются другие виды спорта. И это все благодаря тому, что наши спортсмены получили нормальную, современную базу. Заведующий отделом отмечает, что в последние годы руководство района уделяет особое внимание строительству и восстановлению спортивных объектов. Стадион «Юность» тому пример. Состоялась церемония открытия праздника, торжественное шествие, танцевальные номера. Прошло награждение отличившихся спортсменов и работников спортивной сферы почетными грамотами и благодарностями от городской и районной администрации, от областного министерства. В этот день на поле прошел и детский турнир по мини-футболу. Участвовали ребята 2011-2012 годов рождения из семи городов, в числе которых Малый Рославец и Обнинск. Приехали, конечно же, победить, занять самые лучшие места, показать хорошую игру. Мне кажется, что у нас шансы хорошие, потому что группа достаточно проходимая, можно показать хорошую игру, хороший футбол. Я, как капитан, должен поддерживать команду. Мы выступаем достаточно хорошо, играем по Калужской области, выезжаем на турниры, стараемся играть хорошо. Также состоялся турнир по волейболу. Рядом на площадке ГТО проходили мастер-класс по воркауту и брейкингу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова И, конечно же, как заведено, в День физкультурника любой желающий мог сдать нормативы ГТО. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Обнинск ТВ, Малый Рославец. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе «Убгинск Онлайн», ВКонтакте, Телеграм-канале, а также на Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которые выходят в эфир по будням в 19 часов. До свидания.